МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Затем задать свои вопросы смогут наши телезрители. Во второй половине передачи будет доступен телефон 0294-23136, по которому вы сможете позвонить и задать их в прямом эфире. Сергей Николаевич, первый мой вопрос. Первое полгодие 2014 года уже прошло. В нашем городе произошло немало событий. Какие-то проблемы были решены, какие-то только решаются. И вполне вероятно, что появились новые. Если можно, в общих чертах расскажите о социально-экономическом положении города, что и как, чем живет город сейчас. Для того, чтобы говорить о развитии города за первые полугодия, нужно необходимо напомнить, что такое примария города. Это не 14 штатных сотрудников, а это 500 человек, которые подведомственны данной примарии. Это одно из самых крупных предприятий или учреждений на территории города. Крупнее только агроглета, компания, и также по финансам. Бюджет города составляет 12 миллионов, и из этих 12 миллионов около 5 миллионов идет на оплату труда. Хочется отметить, что только 47% на себя государства, это 1,8 миллиона берет по оплате работников культуры, детских и дошкольных учреждений и других подведомственных организаций. Остальные деньги, это деньги местные, это деньги налогоплательщиков. Поэтому довольно-таки рутинная работа по исполнению бюджета. И самая одна из основных забот, примария, это своевременная выдача заработной платы. Так вот, 500 человек в течение прошлого года и полгода на данный момент безукоризнно, день в день получают свою заработную плату и свои отпуска, хотя мы часто по телевидению видим там или где-то там есть акции протежных, что люди не получают собственную зарплату. Поэтому зарплата это номер один. Если говорить о 2013 году, то это был год достаточно непопулярных действий, когда нам приходилось делать достаточно болезненных реформ. Наша задача была сократить на 1 миллион излишние затраты на содержание зданий. Чего, я думаю, мы сделали успешно, потому что этого миллиона в бюджете не было. Это либо нужно было утраивать налоги для экономических агентов и для населения поднимать налоги, либо сократить эти затраты. Этот миллион был сокращен. Получили в то же время мы больше, чем на миллион доходов. К сожалению, рассказать, куда мы его применили, я не могу, потому что он пошел на повышение исторической задолженности. В момент начала моей деятельности примария имела баснословную сумму задолженности в 22 миллиона. На сегодняшний день она составляет только 800 тысяч. Поэтому, кроме очередной работы, выдачи зарплаты, у нас шли работы по снижению вот этой нагрузки по задолженности. Но, тем не менее, люди заметили, что 2013 год, год двухсотлетия, был достаточно эффектным, достаточно заметным по изменению облика города. Я достал, возможно, только благодаря работе огромной команды. Хочется напомнить, что я, как представитель партии коммунистов и первый секретарь, выигрываю выборы. У нас 19 человек в городском совете от партии коммунистов, 18 в районном совете, в том числе и председатель. И мне кажется, что в истории существования местной власти еще никогда не было такой слаженности в работе, потому что часть советников работает в городском совете, часть в районном. И только благодаря общим усилиям и общей работе в определенных направлениях мы добились определенных успехов. И, как бы, почувствовав в рамках республики, то я скажу, что среди 32 районных центров Таракрия занимало 26 место по рейтингу. Теперь мы находимся на 15 месте по рейтингу городов. Это исполнение бюджетов, это вложение капитальное, это освоение тех или иных средств по социальной защите, также по показателям в сельском хозяйстве. А среди городов с населением менее 15 тысяч Таракрия с 10 место перешла на первое место. Это кратко, если говорить об итогах. Начиная с начала года, то нашей главной задачей, мы помним, каким был трудный год, январь, это достаточно снежный. Мы также одни из немногих городов, где ни на секунду не прекратилась работа общественного транспорта. Все улицы были вовремя расчищены и ни одно детское учреждение закрыто не было, хотя во многих районных центрах, во многих населенных пунктах были вынуждены прекратить работу детских, дошкольных и школьных учреждений в связи с непогодой. В Таракрии этого не произошло. Конечно, это каждодневный труд огромного количества людей, я уже назвал, что в подчинении, не в подчинении, а в ведомстве примарии находится 500 человек. Поэтому командная работа дала о себе знать. Была задача в февраль-март закончить все-таки работу по консолидации, не консолидации, а по вопросам необрабатываемой земли. Если я просмотрел перед этим видео двухлетней давности, то в студии 50% звонков было от людей, которые не могли получить земельные квоты, то ли квоту не знали, то ли не могли получить арендные платы от экономических агентов, которые ранее тут были в Таракрии, а это 727 человек было. Сегодня все эти люди, абсолютно все, которые юридически смогли оформить свои документы, получают арендную плату, а это очень немаловажно. Я думаю, что достаточно большой прорыв. И если три года назад мы въезжали в Таракрию, и с правой стороны, и с левой были пустыри, заросшие бурьяном, и тут в сторону больницы, и далее мы видели печальную картину в сельском хозяйстве, то сегодня с гордостью могу сказать, что эти поля, благодаря сельхозпроизводителю, дают 50 и более центнеров той или иной культуры. Это не может не радовать, и сегодня практически каждый квотчик в Таракрии обеспечен зерном. Сергей Николаевич, одним из немаловажных элементов работы и жизни города это муниципальное предприятие. Работая над одной из наших последних передач, прошедшим на национальном форуме, мы поговорим еще об этом позже, мы опросили людей, какие изменения они почувствовали на себе за два года. Многие из них говорили, что в городе стало заметно чище. Вот по поводу подачи воды, в частности о работе АПО-канал, положительных отзывов мы не услышали. Какова ситуация с муниципальными предприятиями города сейчас? Ситуация это одна из самых главных проблем, если в подведомственных учреждениях у нас более или менее работа налажена, то хочу заметить, что муниципальные предприятия, это предприятия, которыми является учредитель городской совет, но они абсолютно самостоятельно являются хозрасчетными предприятиями и объекты примарии, сама примария, учреждения являются такими же потребителями, как и население. Поэтому очень хорошо знаем эту проблему. К сожалению, работа их остается желать лучшего. Например, предприятие Верденица, когда мы сделали подробный анализ, зарабатывая деньги по утилизации мусора, по уборке города, в пределах зарабатывало где-то 480 тысяч, выплачивало заработные платы своим работникам. И когда мы заметили, оказывается, из этих 480 тысяч 230 тысяч получал только административный аппарат. Пришлось идти на достаточно болезненную реформу и всех рабочих, не меняя штатного расписания административного аппарата «Апоканал», мы перевели муниципальное предприятие «Апоканал». Теперь эти 260 тысяч высыпавшихся средств будут идти непосредственно на улучшение инфраструктуры предприятия. По «Апоканалу» достаточно сложная ситуация. Два с половиной года назад у предприятия было около 1,8 млн долгов. На сегодняшний день их значительно меньше. Но, тем не менее, данные долги, мы впервые не имеем долга перед соцфондом и медстрахом. Никаких абсолютно долгов практически нет по заработной плате. Но ситуация остается достаточно критичной, потому что у предприятия есть задолженность перед экономическими агентами, которая сформировалась более 4-5 лет назад. Учитывая сложные ситуации, мы запросили внешних аудиторов через проект «Юз-Айди», оплатил аудиторов, которые работали здесь, есть группа независимых экспертов в области техническом направлении и в области финансов и экономики. Результат, который был выдан, конечно, желает быть лучшего предприятия, если оно не будет модернизировано, либо не будет реорганизовано в какую-то другую правовую форму, всегда будет существовать на данном уровне. Я бы не сказал, что оно стало то ли хуже, то ли лучше. Но вот этот процесс, если не стагнации, не умирания предприятий, он остановлен, но тем не менее вопрос об улучшении пока не стоит. Но я все-таки надеюсь, что это пока, потому что на данный момент мы ведем работу с Национально-экологическим фондом. Объявлен тендер, уже есть победители. Или где-то через недели-две, я думаю, начнется работа по замене энергоемкого оборудования насосов на насосных станциях этого предприятия. Потому что сегодня ужасающие цифры, что 3,5 киловатта электроэнергии уходит на добычу одного кубометра воды. Конечно, эта вода не может быть дешевой. И мы первое, что начнем, это подача в микрорайон, здесь наверху многоэтажные дома, подача воды круглосуточно. Это будет первым шагом. Но из-за изношенности сетей, из-за энергоемкого оборудования сегодня себестоимость одного кубометра воды составляет 13 леев 50 бань. Конечно же, мы позволим себе принять такой тариф, который при условиях нерегулярной подачи воды, отсутствии ее качества достойного. Мы этого не можем делать. И мы пока этого делать не будем. Мы будем идти на снижение затрат. Но нам представлен план улучшения, план деятельности и улучшения предприятия. Поэтому по этому плану мы думаем, что уже где-то к октябрю-ноябрю уже будет заметное изменение, которое на самом деле смогут почувствовать. Но говорю, что все эти годы мы работаем на погашение более 1 миллиона долгов. Эти долги нас, к сожалению, тянут обратно. И мы не можем в полной мере заняться действительно истинной реорганизацией, модернизацией данного предприятия. Модернизацию и реорганизацию население не почувствовать, потому что это будут внутренние вопросы для населения. Самое главное, чтобы открыв кран, там была вода. То есть в городе, вернемся к Верденице, по поводу чистоты в городе, то есть стало теперь чище благодаря реорганизации муниципального предприятия Верденица? К сожалению, может быть цинично, но у нас получается так, что если там 8 человек работали на благоустройстве, а 12 человек это административный аппарат, конечно, эти люди тоже должны работать. Но не должно так быть, чтобы человек, целый день кидая лопатой, имел в полтора-два раза меньше зарплаты, а чиновник имел в два раза больше. Поэтому при том же штатном расписании АПО-канала, руководства и всего остального, мы передали им эту функцию, тем самым сократив затраты на 260 тысяч. И я думаю, что люди, перешедшие туда в зарплате, не потерялись. Скорее всего, они в этой зарплате почувствуют некоторые улучшения в сторону повышения. И путем слияния этих двух предприятий АПО-канал даже сможет получать дополнительные доходы. На нашем сайте nts.md на форуме там тоже задавали вопросы по поводу бесперебойной подачи воды. Что мешает реорганизации АПО-канала и стоимость воды совсем не маленькая. Куб воды почти в два раза дороже газа. А если считать со стоками, то... Ну, скажем так, что если сравнивать с газом, но тут несравнимо, потому что одна бутылка минералки стоит столько, сколько куб воды. Тоже, казалось бы, немножко несоответствие. Мешает круглосуточной подаче воды, я уже одну из причин назвал, это огромная стоимость электроэнергии в этом самом кубе. Второе, изношенность сетей. Есть сети, которые у нас, участки, которые практически на 100% изношены. Мы, подавая, чем больше подаем воду, тем больше мы получаем потерь, потому что я уже назвал цифру себестоимости этой воды на сегодняшний день 13,50. Мы должны идти не на повышение тарифа, но на снижение затрат на этот кубометр. Если мы сейчас, эта стоимость замены насосов будет около 700 тысяч леев, с 3,5 киловатт мы дойдем до 450 ватт, это практически 7-кратное снижение, мы начнем бесперебойную подачу пока на 30% населения города. Если у нас эта практика пройдет нормально, будем поэтапно подключать остальные микрорайоны города и постараемся сделать так, чтобы, так как до сих пор, например, один район получает только белую воду, другой район получает только желтую воду, мы постараемся этот дисбаланс устранить, и чтобы каждый потребитель имел возможность получить и желтую воду, и белую воду. Хотя, по данным Центра превентивной медицины, желтая вода менее засолена, и якобы она больше соответствует ГОСТу питьевая вода. Но, тем не менее, нужно сделать равные условия для каждого потребителя. А как быть с заменой водопроводных сетей? Замена водопроводных сетей имеется на сегодняшний день с мета на их замену. Если мы проведем модернизацию АПО-канала, и это возможно сделать, и можно было и два года назад сделать путем кредитования через Европейский банк реконструкции и развития, стоимость этой работы в 32 миллионов леев. Но у нас мы никогда не думаем, кредит достаточно долгосрочный, на 15 лет, под 3%, вроде бы казалось, условия не такие уж кабальные, но может произойти то, что произошло с проектом Энергетик-2, удорожание услуги. Потому что есть такое понятие, специалисты поймут, как амортизационные затраты. Стоимость этого оборудования, стоимость данных сетей или фильтров, она должна всегда оккупаться, ее надо закладывать в тариф. И когда мы посчитали, что если мы моментально, быстро произведем замену оборудования сетей в размере 32 миллионов леев, себе стоимость воды получается 21 лей. Конечно, это невозможно делать, потому что сегодня теми же экспертами посчитано, что социальная цена, это та цена, которую большая половина населения с учетом их доходов может покупать, это 12 лет. Поэтому вопрос о повышении тарифов не может быть политизирован. Вот мы теряем и должны повышать, мы подходим совсем по-другому. Мы не будем повышать тариф, мы будем снижать потери, снижать затраты на добычу и доставку этой воды. Проблем огромное количество. Я говорю, что это одна из самых приоритетных задач работы и муниципального предприятия, и совета, и всех остальных. Есть подвижки, к сожалению, их люди пока не чувствуют. Но есть повод для оптимизма, что в ближайшее время, в ближайшие полгода уже хоть поэтапно жители начнут чувствовать улучшение данной услуги. Сергей Николаевич, еще раз вернусь к тому опросу жителей города, который мы провели. По мнению опрашиваемых, есть также проблемы с детскими садами. Якобы существуют огромные очереди в детские сады, много детей сидят дома, потому что не могут попасть. А также прозвучало мнение, что детский сад номер 3, который находится напротив премарии, будет закрыт из-за отсутствия ремонта и соответствующих для такого учреждения условий. И также одна из жительниц, я помню, она заверила, что воспитатели и руководство детсада вовсю подготавливают родителей к закрытию этого детского сада. Действительно ли существует такая угроза? Ну, во-первых, давайте сначала про огромные очереди в детские сады. Сегодня очередь в детские сады, если дословно, очередей нет. Любой ребенок с 3 до 7 лет обеспечен местом в детском саду. Другой момент, который действительно многие мамы не знают, у нас по законодательству с момента рождения до 3 лет мать имеет право находиться в декретном отпуске. Поэтому правительство Республики Молдова и парламент законом образования принял решение и финансирует содержание детей только начиная с 3 лет до 7. Детей с 3 лет, менее 3 лет, до 3 лет, с 1,5 до 3 лет, это ясенные группы, они не финансируются государством. Содержание их в детских садах города Таракви обходится в 1,5 миллиона леев. Это деньги, которые не покрываются государственным бюджетом, а они должны идти от каждого жителя в виде налога недвижимости, земельного налога, это налоги с объектов торговли. Поэтому мы всегда говорим и, скорее всего, в этом году проведем не чуть ли референдум, могу сказать, по тому, должны быть данные детские сады существовать, ясли в детских садах либо нет, потому что каждый житель, работающий в городе Таракви, со своего подоходного налога, со своих налогов содержит данных детей. На сегодняшний день яслими обеспечены 120 детей из 150, поэтому очередей в яслих нет. И ясли, мы, учитывая, что это людские деньги, предоставляем только для работающих мам. Сегодня нет проблем, что если мама где-то там работает в полиции, в здравоохранении, в образовании, это острая необходимая специальность для этих учреждений, чтобы она не могла выйти после полутора лет на работу, такого нет. Но если мать сидит дома, и ребенок в полтора года должен идти в детский сад, содержание одного ребенка 940 лев в месяц, так, извините, получается, на людской шее этот ребенок, мама ничего не делая, может быть, там, где-то на море съездила, или еще там, занимаясь своими личными делами, отдыхая в течение дня от ребенка, возложила эту обязанность на население города, то, конечно, мамы, не работающие, они эту льготу не получают. Но по вопросу третьего детского сада, решение было еще два года назад. В данный момент через проект Фонда социальных инвестиций идет работа по получению гранта в размере 1 миллиона по реконструкции данного детского сада, более 2 миллионов он будет по первому детскому саду, он будет реконструирован по проекту энергосбережения в пределах 2 миллионов. И мы надеемся, что к лету будущего года детский сад будет в идеальном состоянии, номер один, который также соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. И после всего этого, там сад на 30 детей больше, там вмещаемость где-то 154 ребенка, в отличие от 110, которые сегодня в третьем детском саду. В третьем детском саду 5 групп, в первом после его реконструкции будет 7 групп. И на май будущего года каждая мама, пожелающая отдать своего ребенка в ясли, она будет иметь эту возможность. Но на сегодняшний день громадных очередей нет. Есть 5, 6, 7, 8 заявлений от матерей, неработающих матерей, ни супруг, ни она не работает, проживает либо с родителями, которые не обеспечены этой услугой. Это, повторюсь, ясли это льгота, потому что содержание ребенка обходится налогоплательщиками на городе Тараклии. Государство о них не заботится. Поэтому Тараклии является одним из немногих районных центров, где есть ясли. В других городах это либо частные, либо полностью 100% оплачиваемые. Только в Тараклии данную услугу родители оплачивают 100% питания. И то с 1 сентября будет 50%, но питание ребенка это 240 леев в месяц при 100%. Остальные 700 леев это за счет налогов. Но с 1 сентября дополнительно эти мамы получат еще льготу в 50% освобождения за питание. Поэтому за 10 долларов я не думаю, что дома можно целый месяц содержать ребенка, а мы такую услугу предоставляем. Очередей больших нет. САД будет переведен со всеми детьми и с персоналом. Ни один человек не будет сокращен. Наоборот, будут увеличены соответственно еще на две группы количество детей. На этих детей еще где-то 8 сотрудников будут приняты на работу. Хорошо, спасибо. Сергей Николаевич, мой следующий вопрос коснется, конечно, не самого приятного, но неизбежного. Это городское кладбище. Есть ли какие-либо продвижения в решении этой проблемы? Да, это проблема огромная, которая, по-моему, обсуждается в Таракли уже на протяжении 20-30 лет. Продвижение есть. Вот на данный момент я помню, что и ступая в должность, и через год, и через два, и через три, люди постоянно это спрашивают. На данный момент мною согласовывается место расположения нового кладбища с религиозными общинами, с церковью города Тараклия, Свято-Георгиевской, с просвитерами, руководителями всех религиозных конфессий города, потому что наши же люди составляют приходы этих церквей для того, чтобы мы учли мнение каждого человека с учетом его вероисповедания. Предполагается, и на данный момент согласовывается участок в поле между поликлиникой и больницей, ближе, вот на 350 метров, ближе к Тараклии, от центральной районной больницы, где будет три условия, что все службы нам его согласуют, на ровном, хорошем месте, возле хорошей дороги, там, где проходит маршрутное такси, будет организовано новое кладбище. Абсолютно новое, с проектом соответствующим, и я говорю, что этот проект будет соответствовать всем требованиям населения с учетом их религиозных убеждений. И я думаю, что, даже хочу с уверенностью сказать, я редко что обещаю, но на Радуницу, это мертвая Пасха будущего года, я думаю, что это кладбище уже будет открыто, и вот эта 30-летняя проблема наконец-то будет решена. Хорошо, спасибо. Еще одна из наболевших проблем жителей города, это состояние дорог. Многие из них, я опять же ссылаюсь на проведенный опрос, прямо утверждаю, в центре состояние их более или менее удовлетворительно, но остальные находятся в ужасном состоянии. Автомобилисты тоже в один голос твердят, что ездить невозможно. Что делать с этим? Да, есть каждый автомобилист, я в том числе, но у меня кишиневская регистрация автомобиля, от регистрации идет оплата в дорожный фонд. Оплачиваем этот дорожный фонд. 50% дорожного фонда направляется на содержание республиканских дорог, остальная сумма направляется в районный бюджет, а потом районный бюджет перераспределяет дорожный фонд из расчета имеющихся автомобилей в городе. Сегодняшний день этот сбор составляет 680 тысяч. Вот мы сейчас начали ремонт дорог и думаю, что во второй декаде августа мы его закончим. На данный момент стоимость укладки одного куба асфальта стоит 3,5 тысячи леев. Конечно, баснословные цены на данный вид услуг не позволяют сильно, так скажем, раскрутиться. И мы единственное, что стараемся, и стараемся, я думаю, успешно, потому что уже хорошо, что хоть какие-то участки нормально. Его хватает только на латание дыр по маршруту движения автобусов и общественного транспорта. До конца августа, скорее всего, будет отремонтирована дорога от центра города до Балабана, до выезда на М3. И будут отремонтированы все те участки дорог, по которым проходит общественный транспорт. К сожалению, на остальное средств не хватало. Но тут есть еще такой момент, который вызывает много вопросов. В прошлом году правительство приняло решение наконец-то выделить фонд на содержание местных дорог внутри населенных пунктов. До сих пор этого фонда не было никогда, прямо скажем. И на эти цели было запланировано 420 миллионов леев. И я думал, тоже будет справедливо посмотреть по количеству протяженности дорог в Тараклии в городе 86 километров. И думаю, из этого расчета эти деньги будут распределены. Но, к сожалению, опять произошло цветное финансирование, опять подключились политические силы. И Александр Иванович здесь в студии говорили, например, для села Салчи, ничего против не имея этого села, из этого фонда было выделено 800 тысяч, городу Тараклии ноль. Если мы с министром транспорта говорили, когда он находился здесь в Тараклии, что на каждый вложенный лей городом министерство транспорта даст свой лей. Мы произвели этого ремонта и есть тут хорошие участки дороги, все с большим оптимизмом на 1 миллион лей. Сделали предположение, что мы сможем еще столько же сделать после финансовой поддержки министерства транспорта. Это называется конкурентные гранты. Но мы предлагали 50%, не 15, не 20, а 50%, при условии, что министерство обеспечит остальные 50%. К сожалению, этого не произошло, и мы отделались простыми, извините, не получилось. Поэтому из дорожного фонда, местного дорожного фонда, республиканского, который составляет 420 миллионов, Тараклии ни одного лея не получила, поэтому мы обходимся только собственными средствами. Я очень надеюсь, и это произойдет в будущем году у нас, после вступления нового закона о местных публичных финансах, будут средства в размере 3,5 миллионов леев, и мы сможем как-то более радикально, хотя бы радиально от центра дальше продолжить улучшение тех дорог, по которым сегодня пройти не возможно. Сегодня в городе в пределах 15 из 86 километров дорог, на 15 километрах при дождях и снеге просто нельзя, невозможно проехать, только пройти пешком. Спасибо, Сергей Николаевич. Уважаемые телезрители, с этого момента вы можете звонить к нам в студию по телефону 0294-23136 и задавать свой вопрос примару города Сергею Филиппову. Как мне подсказывают, уже звонят, и первый вопрос. Бывший работник в Родинице, Матей Георгий задает вопрос, на каком основании развалили Вердиницу. В принципе, мне кажется, вы достаточно четко ответили. И еще один вопрос. Житель города Таракли спрашивает о том, что будет с его деньгами, так как он на год вперед оплатил услуги по вывозу мусора. Будут ли они переведены на новое предприятие по каналу? Да, конечно, абсолютно. Вы показываете документ, подтверждающий, нужно показать документ, подтверждающий, что вы эту услугу оплатили до конца года. И все это вам будет там засчитано. Правоприемственность остается, и никто дополнительных средств вас взыскивает или по-новому не будет, если у вас есть подтверждающий на то документ. Хорошо, спасибо. Ждем пока звонков. У меня будет следующий вопрос. Сергей Николаевич, возвращаясь к теме прошедшего форума в нашем городе по проекту поддержки местных органов власти Агентства Соединенных Штатов по международному развитию, На форуме нашего сайта пользователи интересуются, я не процитирую, просто расскажу содержание. Почему вы сотрудничаете с этим агентством, и он переплетает это с вашей политической позиции относительно внешнего вектора развития, так как они полностью, на его взгляд, противоположны? Да, я читал комментарии, что Агентство международного развития, проект UCID был выдворен из Российской Федерации и из некоторых других стран, Белоруссия вообще не работает. И хотелось бы заметить, что мы работаем в рамках этого проекта только в направлении, в экономическом направлении, в политических, там демократия, развитие, гендер, всего остального у нас здесь работы нет. У нас чистый прагматизм, это технико-экономические обоснования, аудиты муниципальных предприятий, все остальное работы. Мы только в области экономических, фискальной области по проблемам энергоэффективности. И при том, что они знают мои политические убеждения, что я коммунист, что у меня четкое представление не меняющиеся, что Молдове рано сегодня было подписывать и договор об ассоциации рано рвать было с экономическими отношениями. Не рано, вообще этого не нужно было делать. И я всегда говорил и говорю, что для нашей страны солнце восходит на востоке. Это исторический надежный партнер и по менталитету, и по религии, и по языку, и по многим другим вопросам. Поэтому непоколебимо мое мнение, что восточный вектор — это спасение для Молдовы. Но, тем не менее, мы должны, там, где есть интерес города, там, где есть интерес населения, где есть прагматизм, мы должны работать во всех направлениях, независимо, какая это страна и с какими она политическими взглядами смотрит на этот мир. Спасибо, Сергей Николаевич. Мне подскажут, что у нас есть... Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. Ну, по-моему, у вас станция уже... Извините, но опять станция вас беспокоит. Угу. Ну, я как общественник, это Тулуш. Вы меня знаете, извините. Спасибо, что вы нам делали. Ага. И моих детей. А по поводу еще хочу задать вопрос. Вот, понимаете, автобусы пошли, да, три рейса. Да, три рейса. Ну, мы вот стоим на мельнице, эту несчастную остановку разобрали. Вот я приехала с больницы, а полтора часа простояла с двумя детьми. Дети красные. Спрятаться некуда. Да когда он же ее разобрал, когда же он ее восстановит? Вот серб, остановку поставил. А почему он ее разобрать разобрал, а почему не поставить, а хоть где-то укрыться? Я понял вас. Если касается остановки, я очень, если вы заметили, реагирую на все замечания, и с вами мы вообще постоянно встречаемся, на те замечания, которые и со станции поступают, что не было магазина, не было остановки, не было транспорта. С водой у вас проблема. Со светом хочу сказать, что вопрос решается. Мы проектируем таким образом, чтобы на станции, как и в других частях города, был свет. Я думаю, что процесс проектирования идет. Есть еще ряд моментов, но осенью, где-то к ноябрю, так же, как и здесь, в новом микрорайоне, у вас будет нормальное, достойное освещение. По остановке время, дело времени. Там будет очень красивая остановка, потому что это въезд в город. И касаясь остановок, была очень критическая передача, да и мне не нужно передачу, я сам видел. Сегодня все, абсолютно все остановки в городе отремонтированы, везде есть скамейки, везде можно остановиться, укрыться, и все они покрашены, и содержатся в нормальном состоянии. Эта остановка, еще раз говорю, может быть, даже в ближайшие недели появится. Там экономический агент, который убрал ту некрасивую, поставит очень современную остановку. Она будет там и будет радовать глаза жителей. Это просто дело времени. Сергей Николаевич, спасибо. Возвращаясь к агентству USAID, более месяца назад, если не ошибаюсь, у вас была командировка в Соединенных Штатах Америки. Расскажите подробнее, пожалуйста. Ну, чересчур подробнее, это было 23 дня, я не смогу, но скажу, что по приглашению Государственного департамента Соединенных Штатов Америки я был приглашен в рабочую поездку по Соединенным Штатам. Мы посетили 5 штатов и один округ. Программа Госдепа называлась «Участие лидеров» и по типу «Мягкая сила». Туда ездила группа из Гагаузии, Бельцы, Тараклии. Это люди, которые имеют явное, свое четкое мнение и его высказывают по вопросу восточного вектора развития, то есть в сторону таможенного Евразийского союза. И задача Госдепартамента была показать изнутри, в своей стране, жизнь. Мы были в центре, на востоке, на севере, на западе страны. Достаточно большой размах. И я бы хотел, чтобы первое изменило мой менталитет или что изменило, что меня поразило межэтнические отношения в тех же Соединенных Штатах на фоне штата Нью-Мехико. Оказывается, американцы очень хорошо проводят внутреннюю политику межнациональных отношений. Народная дипломатия в стране на высочайшем уровне, чего не скажешь, а внешние дипломатии Соединенных Штатов, которые мы видим, она проводит в мире. Страна проводит очень бережную, очень аккуратную политику у себя в самой стране. 90% американцев понятия не имеют, что происходит в мире и что они не интересуются политикой. В этом им надо отдать должное. Еще раз говорю, в отличие от того, какой внешнеполитический курс этой страны. Рассказывать можно долго, но есть очень положительные опыт, и я убедился, что законы должны писаться для людей, и с учетом мнения этих людей должны эти же законы исполняться. В данном случае, в этом плане, в Соединенных Штатах это достаточно развито, и это больше укрепляет во мне уверенность в правильности некоторых наших действий, ни на сколько. Я начал с огромным уважением относиться к народу Соединенных Штатов, потому что люди везде одинаковые, люди хотят стабильности, люди хотят уверенности в завтрашнем дне, хотят достойной зарплаты, достойных социальных гарантий. Поэтому, как люди, что в Китае, что в Молдове, что в России, что в США, люди везде люди. чего не скажешь о правительстве, чего не скажешь о людях, которые руководят этой страной, либо проводят ее внешний курс. Поэтому с любовью и с хорошим отношением отношусь к самим жителям Соединенных Штатов, очень гостеприимным, очень открытым. И любое знакомство, любые поездки, они приносят определенную пользу в собственных убеждениях. Сразу же хочу заметить, что за все годы моей работы не было потрачено ни одного лея на мои командировки. Все поездки, как и данная поездка, была оплачена полностью Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки. Сергей Николаевич, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, говорите. Да, добрый вечер. Татар Георгий, житель микрорайона, район полицейский. Сергей Николаевич, такой вопрос. В конце мая было обращение, в том числе и в адрес премарии, о разрешении вопроса по подаче количества, качества воды, в том числе и питьевой. Через 2 месяца был суд граждан, на котором присутствовали представители, в том числе и премарии. Было обещано, что в течение полутора-двух месяцев данный вопрос будет полностью разрешен. То есть будет обеспечена бесперебойная подача воды и будет каким-то образом разрешен вопрос подачи питьевой воды. Поскольку во всех договорах у нас обозначена подача питьевой воды. На сегодняшний день абсолютно ничего не сделано. Вода плохого качества, точно так же подается периодически, питьевая вода забирается из колодцев, которые сделали лицами жителей. Кстати, на письменное обращение в адрес, в том числе и премарии, вы не дали до сих пор отчета, хотя был указан конкретный обратный адрес. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Кстати, исходя из того, что на сегодняшний день договора САПО-канал по подаче воды закончились, новые договора не заключены. Поэтому, в общем-то, предполагается, что, наверное, все это будет точно так же прокомментировано, но, наверное, так ничего не сделано, так не сделано. Не делалось последние 4 года. Пожалуйста. А в предыдущие 4 года или 20 лет до этого вы, наверное, пропустили начало программы, мы начали САПО-канала. На этой неделе прошел уже тендер, а он сейчас на регистрации в агентстве по закупкам, но стоимостью 570 тысяч по замене оборудования. Вопрос именно идет о подаче, я сказал, воды непрерывно в микрорайон. И еще раз обратите внимание на сумму 730 тысяч. На вашу жалобу, кстати, отреагировали оперативно. Я был в командировке и за 9 тысяч километров отсюда я видел программу, снятую НТСом, где был и директор центра превентивной медицины, были и представители АПО-канала и других служб. Если это было обещано и сказали, что будут приниматься какие-то меры, будут приниматься, но 730 тысяч, это почти более полумиллиона, мне кажется, это деньги. И работы по замене данного оборудования с целью подачи непрерывной воды будут продолжены. Но, наверное, вам тогда сказали, что ряд мер должны быть предприняты и жителями, потому что и в договорах, новые договора я очень настоятельно рекомендую вам заключать, потому что отсутствие договора будет поводом для отключения. В договорах договора необходимо заключить. И в договорах указано, что, как и в частном доме, это точка первой колодец к дому. Дальше уже нужно кое-какие меры предпринять самим жильцам по внутренним сетям, для того, чтобы улучшить качество. Я сказал, что где-то к октябрю, ноябрю мы постараемся в первую очередь вот эти 30% населения, которое сказал обеспечить бесперебойной воды, это именно вот этот район поликлиника Мира 12, Мира 14 и вот эти 6 или 7 многоэтажек. Поэтому призываю сотрудничать и почаще заходить, и мы сами вместе решим эту проблему. Но сумма 739 тысяч уже есть, и работа уже, как говорится, на уровне документов начата. Практически они начнутся, может быть, уже в первых числах сентября и в течение месяца мы должны их закончить, потому что ждать до зимы невозможно. Спасибо, Сергей Николаевич. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Сергей Николаевич, у меня опять вопрос насчет по воде. Мы своими силами провели трассу, но в месяц идет один раз воду, а остальное все воздух. цены поднимаются, а мы платим за воздух. Если вот есть конкретные дни, когда идет вода, я понимаю, но пока пойдет вода, идет целый куб воздуха, а этот куб нужно платить. Этот вопрос очень легко решается, если вы установите водомер, который реагирует только на воду, а не на воздух. там проблемы в изношенности трасс, мы говорили, в разных его диаметрах, и водопровод построен, говорят, 4 года, последний не меняется. Проблема с водой в Тораклии была с момента основания Тораклии. Поэтому разные диаметры, есть много очень моментов, почему этот воздух появляется, и от него уйти можно только одним способом установить водные, водяные водомеры, или как они называются, которые не пропускают, не прокручивают данный воздух. Другого, по-моему, другого варианта не будет. Но всегда будет, этот воздух всегда будет мешать, и нужны, не знаю, какие огромные вложения, которых нет, и сейчас обманывать вашу с 1 октября воздуха не будет, это невозможно, потому что менять надо где-то 90 километров в трассе этого не произойдет. Единственное решение задачи это замена водомера на водомеры, которые не фиксируют воздух. По-моему, телезрительница что-то говорила по поводу того, что вода подается раз в месяц. Ну, раз в месяц она не подается, есть какой-то определенный график, я не знаю, по какой улице живете, вы можете, там, где я живу, она подается по улице Первомайской подается каждую среду с 12 до 5 честно сказать, в это время меня нет дома, близкие там набирают, но график подачи каждую среду у вас наверняка тоже есть свой день. если почему я много говорю о коммунальном секторе, о многоэтажках, если мы на земле еще каждый имеет топ-бассейн и не один может быть, и имеем возможность сделать недельный запас воды, то в многоэтажных домах квартиры это сложно просто сделать и поэтому в первую очередь если мы начали, мы будем решать эту проблему в многоэтажных домах. Насколько мне известно, по улице Советской и Димитровой эта проблема уже снята. Остался только верхний край и как я уже сказал, до в течение двух месяцев мы должны здесь снять проблему а потом уже идти в частный сектор для того, чтобы мы могли либо участить подачу данной воды в день может быть по несколько часов либо давать ее непрерывно но еще раз говорю, для того, чтобы мы не повышали тариф в 5-6 раз мы должны это все делать медленно и поэтапно иначе для того, чтобы мы не изменяли тариф на воду. Спасибо, Сергей Николаевич у нас есть еще один звоночек Алло, здравствуйте! Да, пожалуйста Сергей Николаевич это опять Татар Георгий ведь относительно договоров ведь вопрос не заключается в том, что мы их не хотим или хотим подписывать мы просто их не видим они нам не предоставлены а когда будут предоставлены неизвестно и еще как вы расцениваете предложение о вывозе мусора в частном инициативном порядке заплатив 155 лей за эту услугу я понимаю когда в частном секторе это понятно когда порядка 200 квартир как это сделать может быть этот вопрос лежит в плоскости организационной то есть это же невозможно организовать вывоз мусора частным образом заплатив эти деньги про мусор к сожалению повторите пожалуйста может быть он нам перезвонит у нас телезритель оставляет свои вопросы по договорам я вам говорю что я удивлен что к вам еще никто не подошел в первый же рабочий день в понедельник у вас я думаю в каждом подъезде будут сотрудники по каналу с договорами в руках и вы их сможете заключить по вопросу частный вывоз мусора я не могу понять о чем идет речь но есть определенные расценки для частного вывоза мусора потому что у нас стихийно это все происходит содержание мусоросвалки если такое два раза в месяц по 5 кубов ее нужно всегда чистить и поэтому есть определенные расценки на частный вывоз мусора хотя в частном секторе это и навоз и все остальное я честно говоря не понял не дослышал вопрос о мусоре чтобы точно вам на него ответить у нас есть еще один звонок Сергей Николаевич объясняю по поводу мусора у входа в позиции висит объявление для того чтобы вывезти мусор необходимо обратиться в Апоканал с этой инициативой оплатив 155 лей вот как бы мне тоже непонятно что это значит 155 леев это за прицеп или за 1 куб или за 2 килограмма надо знать за сколько это скорее всего прицеп вывозится и он так и стоит хорошо спасибо у нас остался еще оставили еще один вопрос Тулуш со станции говорит что Сергей Николаевич что вы обещали им материал для детской площадки но пока ничего не поступило а вы подходили за этим материалом я его сам привозить не буду за материалом надо подойти я вам об этом говорил то мы там с вами на уровне телевизоров общаемся и когда я там проезжаю на станции за материалом подойдите и мы посмотрим что там можно отобрать привозить я сам вы должны отобрать и тогда мы сделаем Сергей Николаевич последний вопрос хотелось бы задать опять же возвращаясь в форум который прошел 31 июля к нам приехало тогда очень много представителей местных органов власти Сеймолдова многих очень поразило счастливое сердце своеобразный памятник всем влюбленным который установлен перед примарием однако мало кто из наших телезрителей знает чего стоило это преображение сквера в одной из социальных сетей вы писали о том что в отношении вас возбуждено уголовное дело за то что вы без разрешения экологической инспекции срезали туи в этом сквере расскажите пожалуйста об этом подробнее да это так на сегодняшний день дело передано в суд я привлекаюсь по статье 328 уголовного кодекса которая гласит нанесение ущерба общественным интересам в особо крупных размерах в размере 168 тысячах повлекшие тяжкие последствия статья предусматривает от 3 до 5 лет тюремного заключения самое главное там с отстранением от должности без права занятия этой должности в течение пяти лет и вопрос идет вот о сквере перед примарией города Тараклия там сегодняшний день находится МРЭО находится и ЗАГС и конечно видя те заросли видя то ужасное состояние было стыдно что там человек впервые начинает счастливую жизнь с этого момента и мы бы хотели сделать таким ярким пятном красивым этот участок для того что в первую очередь город существует не для его руководства существует для людей и самое главное для молодых людей чтобы они могли как-то с гордостью сказать вот я с Тараклией я Тараклиец и поэтому сквер был благоустроен многим людям я знаю что он нравится но тем не менее из-за отсутствия одной подписи согласования господина Балтыкова и после и вор в Вене там спустя полгода все не хотели принимать дело это дело все-таки приняли центр по борьбе с коррупцией разводит руками закрыл это дело потом прокуратура по борьбе с коррупцией по просьбе тут опять же оппозиционеров вот мне очень приятно когда я вот с людьми о чем-то отделим и говорим говорим о работе говорим о проблемах стараемся их каким-то образом решать для того чтобы это было видно что они решены это не просто разговоры но не побоюсь сказать у нас есть два человека в тараклеи которые вот целью своей поставили там политические интриги это Андрей Георгиевич Узунов представитель госканцелярии который до сегодняшнего дня дело в суде по супермаркету Линелло и вот это господин Балтыков это люди которые допустим Андрей Георгиевич лампочки не вкрутил какой-то помощи там оказать или хотя бы не мешать но два человека которые себе поставили целью вот все что ты не сделаешь это все должно быть плохо поэтому и дело-то находится в суде и не бывает ни одного начатого дела для того чтобы эти люди не накатали какую-то кляузу или какую-то жалобу в Центр по борьбе с коррупцией или прокуратуру по борьбе с коррупцией либо еще какие-то органы сами сотрудники уже говорят что они устали от этих анонимок устали от всяких там представлений мне кажется что ущерб общественному интересам должны были оценить сами люди и как мог один чиновник оценить данный ущерб хотя многие знают и люди мне звонили как жестоко были вырублены посадки здесь таракли ущерб нанесен украдено леса более чем на 400 тысяч это фактически ущерб там по скверу нету ни материального нет ни финансового ущерба есть ущерб общественным интересам а тут при попустительстве господина Балтакова кстати за что он был уволен с должности в смысле отстранен от должности начальника единственное чем он обошелся он украден сотни кубов леса срезаны при его прямом попустительстве и сегодня мы остаемся без посадок потому что либо он где-то там своим устным распоряжением либо еще каким-то сделал какие-то замечания а из-за того что был благоустроен сквер для жителей это в центре города и почему-то органы это не предпринимают я надеюсь что все закончится благополучно и и наши суды и другие органы прекратят преследовать людей по политическим их взглядам или с учетом их политических взглядов все время все расставится на свои места люди наверняка видят что где справедливо это где несправедливо у нас есть определенные достижения есть определенные моменты которые мы сделали но еще больше предстоит сделать для этого нужно просто работать а не заниматься интригами чем занимается господин Андрей Георгиевич Узунов или господин Болтаков Сергей Николаевич у нас телефон разрывается еще один звонок добрый вечер Татьяна Георгиевна Тараклия я по поводу мусора я в Верденизе заплатила за весь год и снова мне принесли этот договор но я отказалась его подписывать потому что у меня оплачена я говорю сделайте мне перерасчет и я буду платить сколько там допустим заплатил и дальше уже буду заплачивать мне сказали не надо было платить абсолютно неправильно вам сказали если услуга оплачена они обязаны обязаны знаете номер 23393 либо мой сотрудники по канала обязаны сделать этот перерасчет у вас есть подтверждающий документ об оплате до конца года у многих людей он есть поэтому как говорится это это сотрудник вам так сказал но есть чувство как говорится справедливости и логики которая говорит что если человек за услугу заплатил он два раза за нее платить не должен если вы оплатили до конца года можете быть спокойны подписывать договор но не оплачивать эту сумму которую вы оплатили они должны принять ваш документ и подтвердить что оплата произошла спасибо Сергей Николаевич это был последний вопрос у нас на сегодня спасибо за интересную содержательную беседу надеемся что следующая передача будет раньше чем через год спасибо вам большое спасибо телезрителям за вопросы спасибо вам уважаемые телезрители за участие в передаче с вами была Лидия Послар всего доброго до встречи в частности неwolf до встречи на то começa Редактор субтитров А.Семкин